ну сегодня утром мы решили разобрать ситуацию мы сидим сейчас вот завтракали утром игнать еще никита и я вот он еще плохо слышу это утром создалась такая ситуация сидели завтракали вот и я попросил никита у нас ягоды есть свежеморозные разморожен они портятся грунт надо их тоже есть а он только ел одно варенье я ему несколько раз повторил он где-то что ты меня заставляешь это делать тогда я пришлось к вам обратиться что он не слышит он не хочет корицы при том это было уже не раз что-то где-то какое-то он так-то слушается но почему-то всегда как-то бурчит про себя что вроде как я им командую хотя его все время только прошу ему не заставлял несколько раз там дело как я тебе сказал и все на этом попросила я вижу что недовольна все я уже дальше не иду дальше этого мы сегодня 31 октября 15 года мы только что позавтракали на сытый желудок разговор застал об этом не хотел вообще говорить потому что я знаю что и у меня бывает такое же по отношению к вам но вот именно сегодня вот так вот произошло утром что уже к лица не вытерпел что сказать обратиться так никита володя говорит правду правду с володя законченный отдай ну а ты как сам считаешь это правильно твое поведение нет нет у меня был такой один он я говорил как он он не хочет чтобы кто-то был на старшем если я оставляю группу два человека обязательно ставить старше с кого я спрошу от веники вязали и одна девчонка подошла это а нюра была с казахстана нынче а мужа я буду старшим а там три ребенка можно у себя будет спрос ну и ты у них веники то перемешал все ты перемешал их кто сколько сделал я должен был посчитать и не веники вязали ребятишки то маханьки совсем я их учил всякому ремеслу я не просто в лагере кормлю их а что было интересно они росли развитыми они буквально все знают и мирское мы говорим о событиях какие есть вот герман стерлинга убежал я тоже даю объясняю что за человек что с ним случилось и и там разные разные где-то и они некоторые как вот нынче местор старше и он активно такой и когда делали там где молиться отдельно мне молитвенное городить я убрал с собой он выдвинулся инициативой своей это уже надо на учет брать у тебя этого нет у меня был один такой волков слава ну еще из этого не получилось и мы просто расстались и он ушел из общины все везде цепляется цепляется я говорю тебя характер старообрядческий тебе надо дойти к ним и он пошел туда мы сами отправляем а там у только начало у старообрядцев живо разговорка хочу они выйдут мы пойдем поговорим и под микитки под микитки под бока и кончил разговор то у них на этом деле горит как же не всегда в субботу пропилактику давать она будет ходить по одной плашке у нас этого нет тебе вот володя старше старше по возрасту володе 37 тебе лет 7 7 тебе 26 а так по 27 27 ну понятно кроме того володя здешний володе все подписано вот это что у меня есть по завещанию по завещанию и это дом усадьба тут два дома и но не продать ничего жить принимать гостей и прочее я его конечно выделяю оставлял даже его он был рабочим долго в лагере потом воспитателем потом старшим а потом я уехал он вместо начальника лагеря был даже и все в него отошел благополучно вел занятия вон и грамотежки то никакой нету но считает хорошо старательным он работник он практик где-то я тебе против него основания никаких нету как-то восставать за старшинство но я тебя поставлю эти вы пробовал ты стоишь и ничего нету но володя но володя стоит ну что на команды говори что брать что тащить еще нигде нету это нехорошо если у тебя это будет повторяться у меня разговор очень простой это это как тоталитарно тоталитарный у нас близко этого нету мы исследованы ничего тоталитарного нету полная свобода я тебе полную свободу и и до свидания устраивайся на работу живи и как что это приходи молиться не нравится молиться поезжай там дудину попом тебя сделают проще то есть полная абсолютная свобода так я всегда говорю так тебе не закрыто выехать отсюда нет а у тебя ничего не отняли не паспорт не деньги нет не отняли ничего все у тебя при тебе то есть ты выехать можешь тебя не заблокировали здесь нет нет что-то на тебе пашут и прочее зачем ты это поясни зачем ты это володе сказал вот володя ставит на стол что я то и ем я подчиняюсь вот команды за столом он поставил варенье я взял он поставил ягоды я взял вот вы когда уходит а володя на столе оставил я наелся у него помидоры у нас такой рецепт помидоры красная на нарезанная с луком растительное масло и соль четыре компонента он так и делает мы привезли зеленый они туда спевает конечно они уже не то что на корню но нас там уходит и говорит ешьте я наелся не хочу уже застала вылазить один днем на володе сказал помидоры эти есть я так чашку один раз почерпнул думаю придет он спросит меня ел или нет я скажу ел ел я не хочу но я поел у меня послушание абсолютно и как-то жена стала что-то говорить его давай сегодня ты командира я буду подчиняться она испугалась этого ну да один день давай проживем ты команды а чё я буду исполнять что говорит я по закону глава ты жена так и здесь ты судишь сам себя или не судишь за то что так отношения портишь с володей сужу сужу я тебе сказал сегодня ты попросишь по у него прощение поясным поклоном потому что суббота земного нет а в понедельник земным поклоном ты согласен согласен согласно попросил прощение прости меня брат вова мог простить брат ты меня простирай статей я попросил прощения тоже меня не скрывают да что потому что если он собой не команду это я от собой все время не могу быть значит отсюда вывод ты его не слушайся с ним на работу никуда я тебя отправлять не буду а а тут делать нечего а одного хватает тунеядца как я я сижу вот я не делаю володя придет там снег кидать я выхожу и на раз там лопатой там где-то тоже что-то кидаю дрова таскать не стал это вы это только с володей уходит даже я не говорю что он стал всегда старший ты делаешься старше и он старше идет и кроме того он все знает и умеет если ты так будешь капризничать я до володи тебя вообще не буду допускать чтобы тебя не раздражать но сидеть у меня без дела не будешь утром ты выходишь сам город идешь ищешь работу и дальше все остальное из этого вытекать тебе это надо мы сделаем прямо сейчас это с володей ты не будешь никуда больше ходить не мыться ничего она если ты начнешь еще дальше эти то есть я выделил выделю тебя совершенно отдельно чтобы у вас не было нигде никакого столкновения тебе первые дни нравится как ты был или которая сейчас как ты относишься что оперился ты теперь уже себя чувствуешь выше володи и прочее какое время тебя лучше вернуть тебя сегодняшнего дня к тому как ты приехал какой был или какой-то сейчас такой же гоношиться начинаешь я специально говорю мирские слова чтобы там дудин увидел что живой человек мысли вернуть так вернуться духовное состояние отношениях володи какое было первые деле какой у тебя сейчас устанавливается что ты уже не соглашаешься а счет и командуешь чтобы это ты уже сегодняшний сегодняшний явно что ты не тот что приехал там у тебя этих слов не было и ты беспрекословно выполнял и володя худом и не научит это тебя стопроцентную гарантию даю и не буду же с тобой сидеть все время у меня сегодня запросов сколько с материалов встречи я просто не имею возможности сидеть и тебя за руку водить да и не надо я главное дал тебе материала у тебя есть в какое состояние хочешь вернуться вот сейчас ты в первом начале как приехал в ваших отношениях или на сегодняшнем вот ты достиг этого отвергающего значит я тебя за столблю на этом положении давай то что было что было первоначально ты благую счастье избираешь за себя я прошу больше нигде не возникай а то говорит воскрысился такое выражение есть как крыса бывает где-то не надо этого у нас два кота не поладили тот гонял этого мы этого отделили кота отдали теперь он и виктора тот один остался теперь один на морозе мороза будет 40 градусов суровая зима обещана у него будут хвост отморожен и уши если он до касается живой потому что у него мама мало шорстные он такой-то а его к себе взять они не могут я сейчас буду за него ходатайствовать а он того обижал гонял он боялся около паниковала зимой жили вместе ведь и скажу что принеси его когда он отощает совсем чтобы не погиб кто-то хороший вот это я к тебе отношу я понятно да значит ты все время спрашивала еще дальше делать когда меня нет а когда здесь ко мне подойдешь мы сейчас идем что какая какой у нас труд сегодня намещается суббота песок набрать песок надо сейчас каким-то он застынет сыро сейчас а нам зимой требуется печки ремонтировать в какие-то отдельные пакеты наложить его из потерявки мы привезли два мешка глины глина тоже может застыть она сырая иначе бы скорее надо ее компоновать какие-то чтобы зимой надо печку ремонтируем взял там сколько не знает пригоршни 2 больше то и не надо где-то это первое дальше уголь привезли очень хороший и большие огромные камни их надо разбить но это пласты каменного угля их надо разбить разбить залезти в углерка она открыта все там высота такая вот всего только расстояние в уголь шагнуть и там молотком разбить или там но кувалду у нас и да там кувалду не надо вот так ложите смотреть где слои и прям по слоям бить они слоями не поперек слоя бить а по слою она слоями идет как деревья не слова временного потопа они налагались друг на друга и так каменный уголь образовывался сделаешь сделаю сделаю дальше сегодня тебя ждет михаил педорович по компьютеру что ты распоряжаешься и я тебя туда отпускаю я не знаю с володя пойдешь и родину а потом помыться а там уже вечернее богослужение она с четырех у нас распорядок примерно вот такой принимаешь ни слова не не духом не слухом не брюхом не противоречит володе он поставил не варенье больше ему не давать ты уже ведешь себя неправильно с вареньем варенье только когда ты ягоды сидим свежемороженые хорошие ягоды у тебя вкус испорченный варенье с сахаром и он на крайний случай вот люди едят консерва разная жириновский владимир больфович правильно говорит это на войну отрава приготовлена когда есть нечего а сегодня чего ради когда можно пойти поймать рыбу купить свежемороженую рыбу и также ягоды варенье это на тот случай что нас ничего нету хорошо понял да варенье берешь только с моего разрешения когда сидим ягоды эти вот этого во дворе у нас растет калина она уже подморожена брать или не брать с володи посудите не надо набрать пока она еще здесь и иначе эти прилетает птицы сверестели они ее съедят вот сегодня маленькие такая как назовем корректировка положения ко мне какие претензии нет ну какие то вы скажи сейчас вы скажи чем-то недоволен там ты тебя давят не дают тебе свободы какой-то развиваться не дает работы не дают денег еды там что постирать бы вещи свои много вещей надо постирать но постирать надо постирать такое значит нужно порошок или что там купить пойти к татьяне кузьмине что старшая сестра куда мыть 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 мы ходим у нас тут ничего не частный домик то и попросить чтобы она помогла тебе зарядить и не отходи она не даст тебе она будет сама все делать и ходите туда у нее не обедать и сколько дома поели вот мы только поели пришли час прошел ну ясно дело что еще пищи то не провалилась даже она все равно за стол заставить съесть она настолько приветливая где какая бабка болеет она туда и ночует там и везде она старшая сестра ты лишь какая как какая у нее любовь какая-то и злоупотреблять этим доверчивостью любовь не надо за стол не садится если вы откуда пришли до обеда уже и не поели теперь их от нее кому-то тогда можно съесть когда в этом нужна у нас все есть я не сажусь и вы не садитесь подожжайте мне я никогда вот марина жила за стенкой это моя комната рядом надежда васильевна живет она мастерис она какое-то тут предприятие банк и они ее свободное время на готовила и каждый день она носила в этот банк этим рабочим служащим то и они еще там платили я как-то здесь приехал и она у меня решила накормить но через стенку живет в моей квартире 14 лет я них ни рубля ни с них не взял но могу я пообедать ну ну ладно сел чтобы не сказал один раз чтобы не сказала что я пренебрегаю прекрасно готовит очень хорошо готовит и я так прикинул сколько это стоит я вытащил деньги в два раза больше и заплатил по ресторанной цене и я отдал и мне это очень накладно денег у меня нет я сам себя наказал и больше я никогда за стол не сажусь все но один раз я показал я не пренебрегаю а батюшка там все время обедал там картошку завозил мясо все батюшка туда завозил они готовили он там питался сейчас он у себя там в комнатушке ему сестры приносят лишь как надо ориентироваться смотреть на это дело и так полу не мы собираемся уходим спаси христос что ты не скрыл и не скрывай какие будут у вас где-то не урядится мы сразу разрулим это дело я знаю как это делается если человек стеснен и где-то я ему даю полную свободу и он сам говорится решит спрашивай еще с чечнёй делать меня вопрос задавали свободу дать ей но оградить железным занавесом и все кончилось дать им свободу конечно не к турции внутри государства и и все кончилось не надо воевать было ничего как жива хорал неру там учил ганди мирным путем и все они сами придут и скажут нам плохо без вас примите нас русские братья не старшие никакие попутно сказать мы когда ехали благовестие и уже маршрут был через чечню ой какие в интернете были советы там какие-то сектанты православные знатные люди только не ездите вы не знаете что там делается вы не представляете какие там люди там только головы режут я говорю а бог ну вам то все равно уже вас не удержишь вы упряме с такой но этих то зачем берете губите людей то мы ездили туда не один раз а три раза я скажу что мало где так принимают людей как чечне думаю что хорошие хорошие во всех отношениях и молодежь хорошая и никто нам голову не резал нас встречали они ну-ка что мне его ну-ка уходи все это залез тут хлеб сушатся унышны ну какой хозяин нашелся у меня мнение свое я не опровергаю то что люди говорят нам говорили будете в швеции там собаки придираются пограничники но мы не заехали здание но может быть и так но на нас не срабатывало в польше такие дороги там то другое нигде так легко мы не пересекали границу из россии как в польше нигде особенно нам много печали доставило когда мы были в азербайджане нигде хуже нет по 16 часов стояли и все прикапываются отдельно машину загоняют выпускают мы из армении сначала из армению тогда не было у них нет они нет нет пропуска в азербайджан надо снова вернуться было в грузию и из грузии заехать с тамошним ккб встречались нет где мы были сколько часов с кем разговаривали где ночевали да это мы ночевали до бельбетейки доехали и выехали у сева севастильска там севанское озеро там мы рядом около поехали маленько там и речка течет коров пасут мы там ночевали чего они там я не знаю ну ну может быть по отношению нас только так по одному факту нельзя судить и где нам говорили где какие опасности в польше дорог нету и там такие привязки ничего этого не было прекрасно она вот так раз взяла паспорта наши и прошли не проверки ничего нету а дороги прекрасно ну беру деньги часто останавливать самые крохоборные это греция пока доехали до своих кажется 14 шлагбаумов и 14 раз нас пропустили по грузовой машине мы платили платили да у нас евро не хватает батюшка позвонил дайте им еще пятьсот евро я рассчитаюсь потом а у них больше никакого производства то ли ничего нет нигде нам не это сильно не понравилось ну такая страна а где вот так говорили в частном порядке где-то на нас ничего не срабатывало турция вы поедете там турции прекрасные люди как они нам помогли нас задержали там русская мафия нас окружили 12 часов на прицеле держали я сказал нигде никуда молиться и по они когда смену мафия передавала и один проходит мимо сразу старший играет этих нам не взять этих нам не взять почему мы на молитве на нас тысячи людей смотрели мы 12 часов стояли на ветру на молитве так бог сделал видишь как и поэтому мы жизнью своей должны показать что мы тоже не такие как думают о русских что русские это обязательно пьянь обязательно такие варьё у нас этого нет мы трезвые и ничего не воруем трезвые абсолютно в рот не берем нигде и никогда мы не свиноеды у нас мяса вообще нет никакого его не бывает не считая птичина там вот тебе голубков я даю там а остальное нет рыба там есть и прочее мы должны доказать что христиане люди честные и какие бы не были другие веры со христом быть лучше он спаситель он умер за грехи наши наказание за грех смерти избавиться чтобы кто-то за меня умер никто как говорил этот шингиз айтматов мусульманин писатель герой социалистического труда когда брали у нее интервью он ответил так почему ты мусульманина взял христианина героем сделал магомед много сделал горит хорошего но умер говорит за людей христос весь ответом калистрат какой-то плаха когда он написал все у меня во славу божию богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала